В наших городах не выставлена четкая, понятная структура информирования о принятии решений. Люди не доверяют друг другу, и за последние 15 лет этот кризис доверят только усидимся, что жители себя не соотносят ни в коем случае с тем пространством, с которым они живут. Они не считают ответственным себя за этот пространство. Главный сценарий пользования двором – это два раза в день с утра из квартиры к метро, вечером из метро к своей квартире. Но ни в коем случае никто даже не мыслит о том, чтобы проводить свое свободное время в выходные, вечера с 7. Конечно, понят, что никаких локальных сообществ, то есть сообществ по интересам и, соответственно, соотнесений себя с этой территориальной инвестиции – этого тоже нет. Люди разрушили. Что мы сделали, что мы в итоге решили, каким образом действовать? То есть после того, как мы собрали все плюсы и минусы этого двора, мы сделали какую-то первую попытку к коммуникации. И в этом смысле, опять же, вызвать людей на диалог – это стало одним из самых сложных задач, с которыми мы сталкивались. Мы сначала сделали вот такой плакат, который нарисуем слева, где нарисовали красивую картину о том, что жители двора здесь в ближайшем будущем ждет. приходите на обсуждение и так далее. Пришло четыре человека. Мы подумали, что может быть что-то не так, надо как-то по-другому к ним апеллировать. И, соответственно, нарисовали уже через некоторое время вот такой плакат, что там завастили весь двор в парковку и стали так провокационно угрожать, что если вы не придете на обсуждение, то ваш двор будет приватиться в парковку. Пришли десять человек, но кажется, что им не хватало вот в тот момент бензобилы для того, чтобы бензобилы активно включаться в дискуссию. Так или иначе, нам все-таки удалось начать с ними обсуждать. И вначале мы обсуждали, в принципе, разные концепции даже пространственной организации двора, где там сначала вся инфраструктура сконстрирована в центре, потом там по периметру, и просто шло обновление существующей инфраструктуры. Были обсуждения в подъездах, на спортивной коробке просто потому, что у нас нет пространств, где жители могли бы собираться и обсуждать свой насущный вопрос. Это к вопросу о том, что существуют общественные центры в зарубежных городах, где жители собираются для обсуждения общих нужд. И в итоге обсуждение у нас, это была первая попытка, как первый подход к тому, каким образом может выглядеть их двор. Несколько примеров. Мы сделали это и, опять же, вынесли это на общественные обсуждения в интернете, у себя на сайте, развешивали плакаты прямо в подъездах, оставляли специальное пустое место для того, чтобы люди могли оставлять комментарии. И люди очень оценили это, они действительно ставили включаться в обсуждение, получили больше 50 комментариев о правах к своему проекту. И, конечно, ни одна из предложенных трех концепций не была выбрана, и появилась какая-то следующая. И вот уже после еще нескольких итераций, нескольких обсуждений уже родилась немножко другой проект. Дальше, что касается теперь вопроса реализации. Это всегда самый интересный вопрос. Мы просмотрели все законодательства в Москве и поняли, что не существует инструментов и механизмов, каким образом мы могли выключить свой проект в текущие планы по благоустройству муниципалитета. Не в бюджетные, не в процедурные вопросы. Нам пришлось дойти буквально до мэра Москвы, то есть Сергей Семенович Собянин, с тем, чтобы вообще как-то начать инициировать. И это показывает вообще как бы не развитость института. То есть если нам приходится разговаривать с мэром о том, чтобы мы реализовывали дворы по-другому, это значит, как бы, диагноз того, что вообще-то все не, слава богу. Нам предложили самое универсальное, самое излюбленное решение. Это народный конкурс. И, соответственно, поскольку выделили на конкурс 3 миллиона рублей, наш проект стоил примерно 30 миллионов рублей, но правда, потому что мы каждый себе захотели купить по квартире, а правда, он столько стоит. И, соответственно, мы выбрали небольшую часть двора, которую мы решили подать на конкурс. Просто для того, чтобы вам понять, с кем мы конкурируем. То есть когда вы обвеляете народный конкурс, значит, кто угодно может туда предложить проект. Ну и, например, вот с таким двором, что очень патриотичный в стиле городинского сражения. Вот там, так, вы видите, в преддверии Олимпиады в Сочи. Вот такие проекты были. Это как-то все, что человек подал на конкурс, да? Просто какой-то чертеж. И, например, даже такие проекты по установке танков рядом с домом. То есть я хочу сказать о том, что если у вас не существует механизмов отбора предварительного постановки технического задания, квалификации будущих команд, вы получаете в итоге вот это, а жители, в общем-то, голосуют на самом деле. Им на самом деле без разницы, на что было с вами. Плюс, когда опять же говорите о механизмах, там вроде бы все работы ввешивались на сайте. Вроде бы нужно было подтверждение через смс для того, чтобы голосовать. Но, опять же, за наш проект голосовали все мои друзья от Красноярска до Амстердама, просто потому что, опять же, не было придуманных механизмов, каким образом интересы конкретных местных жителей были бы учтены именно в ходе голосования. Тем не менее, когда конкурс закончился, и мы вроде бы в нем выиграли, муниципалитет замолчал примерно на 1,5 месяца, не было слышно вообще ничего. А потом мы пришли в этот двор и обнаружили, что там началась стройка. По нашим картинкам, но, естественно, что одних картинок недостаточно для того, чтобы начать состояться. Необходимо проектная документация. Проектной документации не было никакой, поэтому мы подумали, что мы оказались на фестивале фри-джаза, когда люди прям с чистого листа начинают по картинкам строить струй двор. Это было очень круто. Тем не менее, с нами никто ничего не согласован. С нами вообще ни в какую коммуникацию не вступали. Тем не менее, они что-то построили. То есть это не в полной мере наш проект, он не учитывает многих способностей, но там есть какие-то узнаваемые элементы, новые элементы, достаточно, скажем так, инновационные для московских дворов. И, например, такие вещи. Что самое важное, когда мы потом уже пришли, через две недели, после того, как стройка все-таки закончилась, мы увидели огромное количество людей в этом дворе, мы стали к ним просто подходить и спрашивали, что вы думаете, что это лучшее, пожалуй, что случалось с нашим двором за последние 20 лет, несмотря на то, что мы не организовали даже 10%. И несмотря на то, что механизмы, которые вообще-то могли бы работать, они не будут задействованы. Вот. И в конце концов у нас получилось, как результат нашего, вот такая схема, которая для Москвы применима, как нам кажется, могла быть организована проективным нового типа дворовых пространств, что начинаем мы с запроса от муниципального собрания, продолжаем исследование, потом комплексно планирование развития района, потом разработка концепции, согласование с органами измонтанной власти, потом разработка рабочих проектов, потом подготовка тендерной документации, проведение тендера, строительство, и потом оценка жительных качеств благоустройства. Вот. Таким образом мы к этому пришли, и сейчас идет работа по попытке донесения необходимости ядрения именно такого механизма с департаментами благоустройства города Москвы.